В Приднестровье в связи с жарой большегрузом запретили ездить по асфальтированным дорогам, если температура воздуха становится выше 29 градусов. О дробности в сюжете Юрия Чернявского. Бендеры пост ГАИ на выезде в сторону Террасполя в поворот входит большегруз. Инспектор под палящим солнцем тормозит габаритную фуру. О том, что введен типовой режим, знаете? Сотрудник ГАИ предупреждает водителя. В ближайшие минуты температура воздуха повысится до плюс 29. Это отметка, при которой движение большегрузов по асфальту запрещено. Ограничение на перемещение касается машин, чей вес превышает 20 тонн. А эта фура как раз попадает под запрет. Соблюдаем, потому что штрафы очень большие. Особенно везде штрафы большие. Ограничение на движение большегрузов в жару действует несколько лет. Мера вынужденная. Только так можно остановить деформацию и дальнейшее разрушение дороги. Раскаленный от солнцепек асфальт становится мягким и податливым. Из-за этого на полотне быстро образовывается колея. Для чего вводят такие тепловые режимы, хорошо видно на вот этом пешеходном переходе. Центр дороги продавлен колесами и напоминает вот такую вот волну, образовавшуюся из-за движения большегруза в жару. Продавленную колею выровнять потом невозможно. Движение по такой дороге становится небезопасным. Машину может занести. А с финансовой точки зрения это громадные убытки. Ведь так портится асфальт, который стелили за миллионы долларов. Когда они друг за другом как паровоз едут, то конечно продают. За целый день асфальт нагревается, ты едешь. Все. Тогда и получается вот это все. Ограничения действуют с 10 утра и до 8 вечера. Но только в том случае, если в этот промежуток времени воздух уже прогрелся до плюс 29. Если асфальт остыл, движение возобновляется. Впрочем, на некоторые большегрузы запрет не распространяется, уточнили в ГАИ. Те автомобили, которые перевозят скоропортящие продукты, те автомобили, которые задействованы в уборке урожая, и те автомобили, которые задействованы в ремонтно-восстановительных работах по территории республики. Запрет на движение большегруза в жару не имеет четких границ. Например, только летом. Он может начинаться весной, а заканчиваться осенью. Все будет зависеть от погоды. Юрий Чанявский, Данила Кузьменко, Дмитрий Хаджиогло, ТСВ.